Реформы разные бывают. Очередная лекция в рамках курса по гражданскому образованию была посвящена теме реформирования. Это актуальные и острые вопросы, которые нисходят с повестки дня вот уже второй десяток лет и дают повод к различным диспутам. Глава ассоциации инвассодействия Алхаз Хаушев поделился с аудиторией своим видением темы. Осенью в Абхазии был принят закон об органах местного самоуправления. Была ли это реформа? Проведена реформа местного самоуправления. Вы не слышали? Ну может быть вы в своем городе, ну кто-то наверное не из Сухума же, да, не все сухумчане, на своей улице, я не знаю, в своем доме каком-нибудь многоэтажном почувствовали вот что-то, какие-то изменения? То есть трое слышали и никто не почувствовал. Вот вам конкретный пример. Да, это конкретный пример того, что реформой назвать трудно. Но вот что касается судебной реформы, о которой часть присутствующих все же слышали, то ее Алхаз Хаушев считает половинчатой. Вот этот второй пример из нашей жизни, он говорит о том, что, в общем-то, иногда благие пожелания, они тонут и вязнут вот в нерешительности. Реформу важно проводить быстро, да, эффективно, иначе теряется эффективность, иначе на выходе вместо тех плюсов, которые мы ожидаем как общество, мы можем получить и минусы. Удачный пример реформы в нашем обществе подыскать трудновато. Однако хорошим посылом к такой реформе можно считать системную работу Министерства культуры в области охраны памятников. Кстати, эта работа проводится при поддержке и участии общественности, и о ней, как выяснилось, известно многим присутствующим. Что касается коренных преобразований, то, по мнению Алха Садхагушева, основой для них должна служить политическая воля, а затем идут приоритетные направления. Если говорить об этих приоритетах, то прежде всего это конституционная реформа, которая предполагает изменение существующей формы государственного правления. Это мое сугубо личное мнение, я его вам не навязываю, но готов отстаивать, кстати говоря. Тему конституционной реформы разобрали достаточно конкретно. Когда мы на встрече с президентом обсуждали вопрос президентского парламентского правления, и мы как раз высказывали, что не всегда эта система работает. Коснулись роли партии, коррупции, ведения системы тендера. Участники лекции задавали вопросы и высказывали свое видение поднятых тем. Ну, тема реформирования актуальна, но она очень медленно все происходит. А нужно, ну мы в таком моменте находимся, что нужно очень быстро делать эти реформы. Алхаз Хагушев не разделяет опасения некоторых в отношении самой способности общества проводить перемены. Лекция завершилась выводом, что от нас всех зависит качество жизни в стране, и молодое поколение может внести свой вклад в реформирование общества. Я не знаю, чего мы должны вдруг с такими ребятами себя приучать к мысли, что мы ничего не можем. Я вижу, что мы все можем.